Всем доброе утро. Несмотря на то, что у нас само утро по 10 сирен, я закончил занятие. Сейчас пойду сделаю перевязку. Сказал сам был, что приехала Ира с Допорожья. Панчики мне привезла. Потом святочка покормлю. И потом пойду с мамой в больницу. Что так долго открываем? Доброе утро. Где Запорожье? Что не сделали мне, Ира? Ой, ну как красивый, милые шубки. Привет, ты как белый медведь. Я хуже к бабе все время. Думаю, ты приехал один из красивых шубки. Какой красивенький, прям. Ой, как я хочу. У меня ж никто кроме тебя комплиментов не делает. Не знаю, как пишешь, как я делаю. Не, я просто уже черную курточку таскаю. Не, 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 таскаю. Вещи я ж тебе отдал. Ты у меня посмотри в машине у тебя, что ты так удивляешься. Ага. Ты же забирал вещи еще пару дней назад, я тебе сказал, вот в пакете. Их нету на Софио там. Скорее всего у тебя в машине они со мной. Я не сошел с ума. У меня нет вещей. Ну я тебе еще раз повторяюсь. Ты вещи забрал в Софи, сказал, где Ирни вещи, я тебе сказал, вот здесь. Их там уже на том месте нету, значит они у тебя в машине. В таком белом пакете прозрачном. Посмотри. Ну я хочу покупаться, поехать домой. Так а зачем, вот тебе вещи новые я привез. Можешь тебе купать. Ой, не, Ир, спасибо. Рулька, доброе утро. Вы что, спите? Да. Я латик был. Попрогралася свои дела. Свои дела все поделала, Поля, таблетки, мадлетки, все, все поделала. Вы же кололи сами инсулин? А инсулин кололи сами? Да. Живот? Ручкой? Сама, Поля. Ну прекрасно. Лучше вставайся. Ну не. Я до пяти ночи не спала. Савелка спала, я вот колола в два часа. И до пяти не спала. А тут вам хочется в бутылку. Туалет вымила, все. Аккуратно мою шубу ложи. Аккуратно мою шубу ложи, не кидай. Это просто, а мы висимки в формы. Это твои наверное, да? Это мои. Я хочу забирать. Така в Вере красивая курточка голубенькая. Я их привез. Ну тогда давай их в пакет. Так ничего не делай. Ты на маршруте, Ир? Нет. Пешком шла. По блокпостам. Я стучу в двери. Я не вижу, я в машину не вижу. Такой интересный, вышел в трусиках, носочках и футболочки. Так вот я тебе вещи новые привез. Иди сходи в душ и переоденься. Давай перегаски сделай. У меня и в туалете я еще не дошла. Я не могу, когда запах нет. Ира, рульку провезла? Угу. Ой-ё-о. Савелка, бокалы оставляем, да, еще? Такая красивая. Савелка. 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 Так а где самое главное, думаю, пальчики? А что вы решили, что я пальчики не делала? А в трансляции все писали, вчера Ира приедет, пальчики привезет. Боже мой, откуда? Ира не знала, поеду я или нет. Да, она рассказала. Ира не знала, а где пальчики? А вот наверху я уже вижу, да? Открывай часть, а подожди сюда. Оля любит. Оля любит. Ирина Панчкина. Я их приготовлю. Я все люблю, что Ира готова. Ира хвала меня, я хвали Иру. Какие-то приправы до картошки. Ну я иду пока по моей руке, сейчас буду делать перевязку, потом пальчики. А, давай. Тебе чай что сделала? Нет, мне ничего, спасибо. Я поняла. То еще рано пить чайок с этим. Пальчики не рано? Не, ну пальчики я же заберу с собой, нет? Или ты привезла их просто, чтобы я два зили и все. Нет, нет, нет. Ого. Я для вас сделала. Дерла, там трошки, как нормальная кожа, уже видишь? А ты не сдирай, это очень хорошо, что корочка. Это она сдерла, ее не надо трогать. Ну и прекрасно, корочка сама отпадает. Вот тут у нее посмотри шов. Сейчас, давай, мы сейчас открыем. Вот тут у нее шов. Шов? Это шов был. Да, да. Это торчит шов. Как колючка. Посмотри, Коля. Это шов и шов. Или шов. Вот видишь, торчит шов. А что вам шов тут наснимали? А я не знаю, у нее нитками не шли. Не надо трогать. А ты спроси у хирурга, который делал, спроси, это рассасывающие швы, которые сами... Ну, значит, это корочка торчит. Я думаю, что они сняли ее. Не надо, не надо. Самвела, зачем ты лезешь туда грязными пальцами? Ой, давай, давай. Там уже засохло. Зачем? Воно на улице. У нее все грязно. Вот такая мода. Оце лезьте грязными пальцами во все. Правильно? Да. А потом будете вы виноваты. Будьте специально это делай. Сейчас будем делать вам перевязку. Делала уже перевязку. Я не знаю, мы ее не меряем. У меня ее нет. А как вы так живете? Я не могу понять. Градусника нет, этого нет. А нет, здесь там в карандашах есть. Открывай. Открывай. Где там чашки? А вот, я ее нашел. Мы просто не меряем, я знаю, что мы не едем. Ну так, а если вы кажете, что у вас морозы? Ну холодно. Почему? В хате ж не е, так холодно? Нет. А ну у меня там закон закрытый? Закрытый, Ир. На, ты поставь. Ну... Ну померять можно. Да, мёрзнет. Но это такая особенность старших людей. Это такое и есть у них, да. Но лучше все-таки померять. Знаешь пять минут, на что не поменять. О! Ира уже все пообирала. А что ты будешь делать с капустой? Давай ты просто накрашу свежий. Со свежей капустой с огурчиком. Под пакет положу, чтобы было на обед. Я хочу пальчики. Ты так много нарубила капец? Два дня делала. А вчера делала, ну для дома делала, для своих. Очень классно. А вчера вечера мне на природе говорит, может, мы поедем в пятницу? Я же за первую вчера второй раз. Пробуй. Сейчас, Ира, мне надо потеснять резиночки и буду пробовать. Я хочу твои пальчики попробовать. Я снял резинки. Видишь, тут две резинки и крючочек. Приятного аппетита. Спасибо. Я хоть две штуки с ним. Не, Ира, две штуки попробуй. А что тут за джем внутри? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ тесто очень вкусно дать я не знаю что за варенье прошлый раз делала чищерники что ты набираешь вот такие знаешь типа как кетчуп такие пачечки есть не пачка такая как кетчуп не все понравится яблочное повидло на пальчике спасибо очень вкусно в коем случае не переключайтесь это важная информация это не реклама потом будете меня за это благодарить я думаю вы все знаете есть такая игра которая называется лайки джет сейчас очень многие они снимают говорят это такая вот игра там где человечек поднимается на реактивном раньше его надо вовремя остановить надо сделать ставку и вы можете заработать и либо проиграть деньги но вся суть в том что у меня есть друг у которого есть программа которая взламывает эту игру вот и она может предсказать вам результат каждого полета и то есть вы уже будете знать результат полета и каждый раз можете выигрывать определенную сумму знаете я тоже сам не верил в это что я сейчас говорю но я сам пробовал и зарабатывал на этом деньги давайте чтоб я не был многословным я вам сейчас покажу записанное видео и вы сами в этом увидите смотрите сегодня хотел бы вам показать вот такую вот крутую программу я написал мой друг прогер и в общем то в чем заключается суть этой программы эта программа автоматически подрубается к игре лаки джет и заранее предсказывает результат вот вы можете посмотреть в принципе 134 она предсказала и чувачок улетает на 134 я думаю здесь много объяснять надо вы в целом наверное поняли как это работает давайте для наглядности мы еще разок посмотрим собственно вот чувак летит ну и чувак соответственно летает на 253 так как предсказала эта программа вы поняли как это работает это супер приватная программа вы сами ее не сможете найти но мой друг сделал телеграм-канал в котором он абсолютно бесплатно дает сигналы с этой программы и вы можете получить бесплатный доступ к этому каналу на 3 дня у вас есть возможность прямо сейчас залететь в эту группу и получать бесплатные сигналы ну и каждый день вы сможете зарабатывать деньги ссылочку на эту группу я оставлю в закрепленном комментарии не упускайте такую уникальную возможность потому что это действительно уникальная возможность прямо сейчас переходите подписывайтесь на телеграм и вы сможете зарабатывать деньги так что знаешь а я всеми заберу так сандал сейчас сюда придет так что он сказал будь сегодня ночевать он сказал что он сначала сказал что будет две ночи ночевать а теперь сказал что может ну тогда я забираю он съест там спасибо я велико тебе до пальчику слава богу я допросил все так прямо слава богу ты один раз сказал один раз по телефону а что ж я откуда я знаю пальчики хочу сказать когда мы были в гостях помнишь ты что ли на это делала под прошлый год позапрошлый вот я тебе честно скажу мне больше он понравился ну это тоже вкусный но тот был какой-то вкуснее намного не знаю почему а ты его выдерживала по сроку по дням также сама понедельник может настроение даты я его и делала он у меня и оттуда у меня прям идеально сырого тут первый раз я делала вообще а этот я и делала как-то он изначально как-то что ты вкладыш да то и есть ну в любом случае это тоже был вкусный но просто скажу что то такое интересная такая выпечка значит там тоже поморочиться надо там надо стикет их цукат купить там очень много всего внутри магазин то магазин интереснее самому сделать понимаешь ты не останешься мы в кафе сходили слышу что еще хотят спросить вчера и новости читал запорожье шприлет был пожилому дому это это было в центре чи за город центре это уже не первый раз нас тоже до сих пор есть те которые не могут опознать девушку видела ту которая скотом под завалами лежала фотографии ужас просто вытащили там где было землетрясение мне тоже знаешь так это как сказать ну человек лежит под завалами только ребенок не понимаешь что случилось да ребенок не понимает и животные человек взрослым понимать случилось землетрясение вот он выживет и выживет хотя бы понимать что произошло а там алигент землетрясение как фермерское хозяйство или что-то было лошадь 21 день лошадь лежала когда откопались под завалов и она на своих ножках я говорю на своих ножках еще вышла не знаю что животные более у них более выдержка в любом случае я тебе скажу что мы уже не так прячемся от сирен хотя это неправильно так не должно быть ира табачок прилетаю в дома шоу но тебе поможет я сама говорю лучше на улице стоять не жили быть в подвале табайк завалы там не хрен тебя откопает в том подвале а ты мне пакетик дашь на пальчик даже наделав и коктейль да вот видите кто мне писал что это не диетическая добавка вот написано для специального диетичного споживания вот это что я говорил тут все есть витамины минералы я сейчас кота иду кормить а потом на 13 ой на 15-30 я поеду с мамой поедем до сосудистого хирурга она нога страшная упухает я хочу чтобы и доплер сделал да да ну у нее какая проблема и операцию сделали поздно то есть ей надо было раньше ее сделать а ей уже сделали операцию когда у нее уже пошло плохое кровообращение в ноге и уже начало синить нога то есть ну если чуть раньше на два месяца сделали у нее же из-за этого она не чувствует пятки и нога все время синеет ну и сейчас мы поедем медикал плаза на 15-30 один говорит передавливается бедренная артерия второй говорит у вас такое всегда будет потому что вам сделали операцию на позвоночник у вас протез стоит третий говорит не переживайте все будет хорошо четвертый говорит мастер понимаешь мы же запорожье уважаешь хирурга тоже был да и это же может привести к чему язвочка на ногах а потом язвочки будут да не кросс а потом будут трофические язвы то есть вот вот черт да у мамы уже она темнеет нога темного цвета и уже такая как сыпь пошла на ноги сейчас надо давать потому что если это сейчас не робить то это сыпь превращается в язвочки потом а эти язвочки уже все отмирает кожа некроз и трофическая язва может быть не дай бог а что ты не будешь долго сидеть до вечера хотя бы посадить до пяти посадить до шести приезжайте приезжайте я сейчас приеду кормить вот это с капусты так вижу дело в капу так цирс капусты не цешка пустой сыр ира давайте до пяти до шести ну шо вы ты градусник я забыл по мере база вызывает космос ну шо там градусник че вы уже и забули она бывает днем спит часик но так чтобы она надо вам ходить больше конечно очень бледни вы очень бледно так может вам теплее я шевелиться чтобы кровь циркулировала ты лежишь кровь плохо циркулирует и от этого ты мерзнешь понимаешь от того что ты лежишь надо двигаться чтобы кровь бурлила пожила вы ходили сегодня че не ланила и легла пятка наверху не внизу опять ты внизу это выше должна быть вот так о не дотикайте потом сам вел вам поснимает хочет вам надо может теплее одеяло вас есть теплое дело че тоже все продали ну так взять тепло одеяло и вам закрыть сверху цим под одеяльником если вы мерзнете сейчас я подивлюсь но она не легкая скажу вот вот это самова постель а вот одеяло так это шоу вот все вообще легкое цитакая к плену вот шута вот все одеяло такое вот есть да лучше оцей плед потому что это одеяло оно тоненькое шоу оно ничего не да кто пришел накинула халатик не ходи волая надо идти клеточку открывать я и халатик привезла на 8 марта бачите ты не приедешь 8 марта мы тебя будем ждать 8 марта так это ж ваш женский праздник вы должны выставляться ира есть у меня здесь я тебе дам иди сюда это еще одна вам потому что то одеяло до дупы чем я вам подивлюся одеяло вам надо купить хорошего одеяло и вы мерзнете она лежит человек не молодой лежит вот и все чтобы говорить кров плохо циркулирует таки без коробки ну ладно давай ну пока наверно не да они более легкие такие уже на весну кеды пустый клопок и мусор да ир сейчас беру поля палочка да Да.